Все хиты 20 века, песни из культовых кинофильмов, мелодии военных лет, торжественные марши и знаменитые вальсы. Все это в программе Духового оркестра из Екатеринбурга Уралбэнк. В зажигательном выступлении музыканты открыли в Самаре Всероссийский фестиваль духовых оркестров на сопках Маньчжурии. Руководит коллективом заслуженный деятель искусств России полковник Александр Павлов, для которого Самара – родной город, где он вырос и стал музыкантом. Закончил Самарское музыкальное училище, поэтому родной город, знаю здесь каждый закуток. Я даже сегодня спою песню про Самару, специально написанную к этому фестивалю, так нахлынуло настроение. Вот, поэтому, хотя на фестивале на этом я всего второй раз, но для меня большая радость, что я наконец-то стал приезжать в этот город и отдавать ему частицу того запала, который он меня вложил. За палу у всего коллектива хватает не только играть и петь. Это единственный в России танцующий оркестр. Коллектив дважды внесен в Книгу рекордов Гиннесса за исполнение марша на лыжах на спринтерской дистанции и за исполнение гимна Международной федерации футбола в составе 600 музыкантов. В этот раз Уралбенд выступит в составе сводного оркестра на площади Куйбышева. В фестивале на сопках Маньчжурии принимает участие более 500 музыкантов из городов России, Белоруссии и Казахстана. На сопках Маньчжурии это уже бренд Самарской области. Его знают, его любят и на этот фестиваль уже идет, честно сказать, отбор оркестров. Хочется поблагодарить и Департамент культуры, и администрацию города Самары за то, что они дарят в день рождения всем жителям нашего прекрасного города-курорта, города-курорта Самары, такой праздник настоящей духовой музыки. Напомним, что одним из первых упоминаний о духовой музыке в Самаре стало сообщение об игре оркестра 214-го Макшанского полка, расквартированного в городе после окончания русско-японской войны. Оркестром дирижировал военный капельмейстер Илья Шатров. В 1908 году в Самаре в Струковском парке впервые прозвучал вальс, написанный Шатровом на сопках Маньчжурии. Именно он дал название Самарскому фестивалю, и сегодня практически ни одно выступление духового оркестра не обходится без этой мелодии. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События.